Всем, друзья, привет! С вами Димас, пиратр Антон, вы на канале Кукс Баран Хукс. И сегодня решили приготовить для вас, в принципе, такой легкий корейский салатик. Он, опять же, может подойти как под застолье. Он как бы и сезонный, и несезонный. Принцип продукцию такую можно найти круглогодично. Опять же, зимой немножко подороже она будет стоить. Корейский салатик фасоль с морковкой. Такая вот корейская будет у нас закуска. Ну, у них, у корейцев, в принципе, все идентичное по своим добавкам, по вкусу, только отличаются там основные ингредиенты. Так что фасоль у нас будет сегодня стручковая, такая вот интересная. Мы сейчас ее вот отварили. Предварительно, буквально минут 5-10 она у нас покипела. Была разная цветом и фиолетовая, и зеленая. Она стала вот вся зеленая, фиолетовость наша смылость. Достаточно хрустящая, нежная фасоль. Из ингредиентов у нас будет также, основных, присутствует морковка по-корейски. Натерли ее тоже заранее, чтобы времени терять. Как бы она вся дорого. В данный момент чеснок, два зубчика. Все зависит от того, как вы любите чеснок или не любите. Но в этом блюде чуть присутствует чесночное, потому что корейцы они любят пикант. Также идет петрушка, ну либо что какая зелень у вас есть, там укроп или подобное что-то. Свежее, естественно, это все свежее. Перец тоже, все по вкусу, как вы любите. У меня дробленые, тут 4 перца, очень вкусная пержава. Советую, покупайте, увидите. Соль, сахар присутствует. И вот такая приправа интересная, всем знакомая с инсой. Уже приправа, заправка для моркови по-корейской. Тут, естественно, все специи есть, но мы, естественно, тоже своего добавим. Ну, как бы она еще даст пропитку, насыщенность этому блюду и как бы чуть химии вот это даст. И вот уксуса мы добавим яблочного, буквально пол столовой ложки. Тоже он даст кислинку. В принципе, из ингредиентов все. Если я забыл сказать, что сахар с солью 2 к 1, сахара 2 части, соль и 1 часть. И опять же, с соли можно взять еще меньше, потому что куча всяких приправ. Смотрите, у нас тут фасоль, такая с огорода, даже с этими с пучками какими-то отломанными. Она даже немножко теплая. Сверху вываливаем морковку, чуть-чуть добавляем перчика. Ну, любительное, я побольше добавил. Ну, чайная ложка точно выходит сюда. Соль, сахар посыпаем. Ну, где-то я добавил, если так подумать, столовую ложку сахара и где-то пол чайной соли примерно. Сейчас попробуем потом и посмотрим, добавить нам что-то не добавить. Также возьмем чеснок, пару зубчиков и даю. Нужно чизить чеснокодавилку, чтобы чуть-чуть помельче он был, более разошелся по всему блюду. Чуть-чуть петрушечки. Сильно мелко не надо рубить так, как она должна чувствоваться. У нашей приправы пакетик тут написано 700 грамм готового салата. Тут точно больше есть, так что можно смело выливать. Но мы добавили тут соль, сахар. Из-за этого, я думаю, чуть-чуть мы ее оставим. Вдруг будет слишком остро, добавить, возможно, успеть. Замечательные приправы. Всем советую, берите. И буквально чайная ложка. Может, чуть побольше. Уксуса яблочного я возьму. Все, идем сейчас за нашим маслом готовить огонь. А ну, друзья, подготовим наше масло для нашего салата корейского. Где-то 150 миллилитров масла растительного. Ждем сейчас, когда оно нагреется. Ну, вы видите, пойдет дымок. И добавим кориандр. В принципе, масло у нас будет готово. Можете это сделать просто маслом разогреть. Кориандр уже туда всыпать. Кидаем наш кориандр. И снимаем с огня. Ну, вот, смотрите, мы залили наше масло раскаленное. Ну, и перемешиваем. Сразу аромат пошел приятный. А, друзья, ну, смотрите, вот мы уже замешали такой замечательный салат. Он еще тепленький достаточно. Сейчас уберем его в холодильник. Он остынет за час-полтора примерно. И будем пробовать, как он на вкус. Ну, если вы желаете сделать заготовку такого салата на зиму, то без проблем уже можете раскладывать по банкам и ставить автоклав, или где вы этим занимаетесь делами. Но мы как бы салат приготовили ненадолго, так что вот будем сейчас, подождем какое-то количество времени, час-два, и будем есть, потому что он настоится. Все корейские блюда, надо, чтобы они постарались, пропитались. Так как они медиум все, либо сырые, заливаются всякими соусами. Надо им настояться. Все, сейчас ждите, будем пробовать. Ну, что будем пробовать, что у нас с нашим салатом получилось. Такой прекрасный, чудесный салат. Как всегда, у корейцев ароматика хорошая, такая кориандровая. Ну, час где-то у нас постоял, примерно. Может, большего, если вы как желаете. Как бы, ну, он еще вкуснее будет. Будем пробовать обязательно морковку, фасоль. Ммм, вообще шикарно. Очень вкусно. Обязательно, обязательно пробуйте на соль, на сахар. Обязательно, чтобы сладкий, если вы что-то хотите корейское сделать. Ну, просто попробуйте морковку по-корейски, вы поймете вкус. Он идентичный. Ну, вообще, наполнительнее, на ваше усмотрение. А сегодня была фасоль стручковая и морковка вот такая, а-ля по-корейски. С такими вот ингредиентами, которые мы нашли. Получилось очень вкусно. Свежо достаточно, все хрустит, даже очень хрустит. Пробуйте, готовьте. Такой сезонный салат. Опять же, повторюсь, можете его на зиму заготовить. Он еще у вас будет вкуснее, потому что постоит. Так сказать, отдохнет, остынет. Но обязательно его, как бы, в токлаве, где-то вы там делаете все эти свои дела. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Обязательно, кто понравился, не понравился видео, что вы делаете, какие салаты. Обязательно, там, лайк с вас. Подписка, кому канал понравился. В частности, я или оператор, хотя вы его редко видите. Всем добра и мира. С вами был Димас и оператор Антон. Увидимся.